В этот день 25 ноября родились. Александр Сумароков, один из первых русских драматургов. Николай Пирогов, русский анатом и хирург, естествоиспытатель и педагог. В этот день 25 ноября 1339 года благоверный великий князь Иоанн Калита заложил Московский Кремль, как пишут летописи, в едином дубу, то есть он был возведен из дубовых бревен. 25 ноября 1735 года был отлит царь-колокол, который по сей день украшает Московский Кремль. 25 ноября 1942 года была создана знаменитая французско-советская эскадрилья «Нормандия-Нема». 25 ноября 1945 года академик Петр Капица написал письмо Иосифу Сталину с просьбой освободить его от участия в работах над атомной бомбой. В этот день 1795 года польский король Станислав Август Понятовский отрёкся от престола в пользу императрицы Екатерины Великой. При Екатерине Второй империи, без того большая, начала стремительно расширяться. К концу правления государни территория России приросла обширными южными землями, включая Крым. Но амбициозная правительница смотрела и на Запад, где лежало большое, но ослабевшее польское государство – Речь Посполитая. Это было крупнейшее государство Европы. В его состав входили территории нынешних Украины и Белоруссии. На них проживали миллионы православных. Оправили главным образом католики. Словом, как тогда говорили, Польша была сильна раздорами. Центральной фигурой в планах Екатерины стал её давний друг Станислав Август Понятовский. Он был выходцем сразу из двух знатных родов – Понятовских и Черторийских. Понятовский получил прекрасное образование, в молодости путешествовал по Европе, слыл прекрасным оратором. В Россию Станислав Август попал как секретарь английского посла Чарльза Уильямса. При дворе он стал близким другом великой княгини Екатерины Алексеевны. Со временем Екатерина Алексеевна стала императрицей, но к тому времени Понятовский уже вернулся в Польшу. Когда умер польский король Август III, Екатерина и поддержала кандидатуру Понятовского. Ему опоры стали русские деньги, русская армия и видный русский дипломат Николай Васильевич Репнин. Вот при его горячем содействии в 1764 году Станислав Август Понятовский и был короновым. Новый монарх хоть и был компромиссной фигурой, но не удовлетворил ни поляков, ни Екатерину. Первые видели в нем ставленника России, вторая была недовольна его самоуправством. Первыми не выдержали шляхтичи. Польское дворянство восстало и против них принуждены были двинуть силы молодого Александра Суворова. К сожалению для поляков этот эпизод кончился для них очень худо. На Россию уже наседали Пруссия и Австрия, они желали тоже поучаствовать в соседских проблемах. Екатерине пришлось идти на уступки и делиться с ними польской землей. Так в 1772 году случился первый раздел Польши. Суверенитет Польши после этого остался лишь на бумаге. Несчастный ее король писал в Петербурге Екатерине, но ведь не для того же, чтобы меня ненавидели, пожелали ли сделать меня королем. Не для того же, чтобы Польша была расчленена при моем правлении, угодно было вам, чтобы я носил корону. К 1790 годам он решил все-таки попытаться поиграть в настоящего короля и принял конституцию странной. В Австрии и Пруссии, а потом и в Петербурге восприняли это как угрозу. Больше выходило из-под контроля. Один за одним прогремели два польских восстания и опять в самое пекло бросали Суворова с его чудо-богатырями. Естественно, Александр Васильевич не потерпел ни одного поражения. Мятеж подавили. В 1795 году Станислав Август Понятовский под давлением Екатерины и монархов Пруссии и Австрии подписал отречение от престола. Императоры выплатили все долги бывшего короля, попутно окончательно разделив Польшу. Страна перестала существовать. Станислав Август большую часть оставшейся жизни провел в Гродно, где и отрекся от престола. При Павле I бывшему королю польскому разрешили переехать в Петербург, где он давал балы и писал мемуары. В 1798 году король, при котором не стало Польши, умер в столице России в Петербурге.